С нами на связи Николай Маламуш, генерал армии Украины, бывший председатель службы внешней разведки Украины. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот вербовать в российскую армию бездомных. Ну вот уже про заключенных мы знаем, а вот бездомные им зачем? По доброй русской традиции, да, пускать на минные поля ногами мины топтать? Ну каждый может выполнять свою функцию, поэтому мы четко видим, что российское руководство сейчас задействует все ресурсы, чтобы именно увеличить количество военнослужащих, которые выполнять будут именно, ну фактически, функции такого, так сказать, массовки. Но массовка очень жертвенная. Это будут, конечно, убитые, но в данный момент именно сейчас создать на прорывных направлениях какие-то массовые движения военных. То есть они берут именно, ну первое, бездомных это исключительный вариант, но сейчас берут именно всех представителей национальных меньшин, особенно которые работают в России, и их несколько сот тысяч. Вот они их сейчас вербуют по этим всем общежитиям, по всем стройкам, по направлениям, где они там прячутся от властей, от полиции. Приход именно вербуют этих, например, это представители Кавказа, в первую очередь. На Средней Азии, например, таджики, узбеки, киргизы. Не получилось. Большая вербовка, соответственно, они пошли сейчас в зоны, пошли в приюты. Пошли сейчас именно в темы, где содержатся, например, те лица, которые, ну, например, там содержатся на незначительное преступления, за тяжкие преступления, то есть разные категории техники, которые будут платить деньги от освобождения, и, соответственно, по сокращению срока и, возможно, так сказать, реабилитацию после войны. Ну, а это очень малые, так сказать, шансы, потому что эти люди не имеют ни боевой подготовки, не имеют именно шанса, так сказать, выжить в какой-то боевой ситуации, тем более при атаках, при контратаках наших войск, при окружении. Соответственно, эти люди используются как пушечное мясо, так мы их давно называем. Поэтому я думаю, что перспектив не будет, но это что указывает самое главное? Что нет больших резервов, нет подготовленных кадровых частей, которые готовы к проведению массовых операций. Вот есть, конечно, спецназы типа Вагнеровцев, есть спецназы на Росгвардии, например, ФСБ, но это ограниченные контингенты, это несколько сот, несколько тысяч максимум людей, которые могут выполнять какие-то специальные задачи. Для ведения войны тут, конечно, нужно десятки, сотни тысяч, особенно, когда они хотят вести сейчас наступательные операции по нескольким направлениям, Донецкое направление, Харьковское, Запорожское, Ахтерсонское, тем более отражать наши атаки, фактически для этого нужно уже 200, 250, даже они оценили 300 тысяч. Сейчас их собрать невозможно. Третий резервный корпус, который они собрали, нас считали, что это будет минимум 20 тысяч. Сейчас по оперативным данным 8 тысяч они только сумели собрать. В принципе, вели очень мощную вербовочную работу по всем губерниям, давали задачу нам, чтобы каждая область России дала минимум по батальону, а это небольшое количество не собрали. Москва и Санкт-Петербург, три батальона также не собрали, поэтому получилось место. 63 тысяч, которые они заявили будут, вот как раз 8 тысяч они якобы подобрали. Но это некачественный состав, те, которые уже имеют подготовку, имеют, соответственно, хорошо наученные кадры для ведения, например, наступательных операций, осведения ракетных средств, бронетанковой техники, например, тем более каких-то радикулационных систем. Это, как правило, большой дефицит, поэтому это уже указывает на очень мощное падение качественного состава. Они еще, да, еще имеют определенное количество людей, техники старые, но которые могут сейчас бросать в атаку. Это, конечно, их еще поддерживает какое-то направление или ведение войны. Вот сейчас они на Донецком направлении очень активно ведут работу, потому что поставлена конкретно задача Путиным до 15, например, там, сентября уже оккупировать полностью НЕС. Это не получается. Нет ни резервов, ни сил. А вот эти все в приютах, конечно, они погоды никакой не сделают. Да, я хотела добавить, вот вы сказали, что граждан Таджикистана, Узбекистана вербуют на войну. И в то же время чиновники Госдумы заявляют, что их дети не имеют права учиться в московских школах, потому что не знают русского языка. Вот, то есть вы идите умираете за Россию, но и вы бесправны, и ваши дети бесправны. Они им обещают гражданство, они обещают им даже квартиры, но это ничего не будет, потому что они не получали никогда, они не имели ни гражданства, никаких прав, они сейчас используются точно для того, чтобы бросить их, так сказать, на войну, и чтобы они там погибли. Вот, вместо россиян. Россияне уже, тем более в Москве, на председательной дороге, ехать не хотят. Я просто вам скажу оперативную информацию по России, более 3 миллионов 200 тысяч молодых российских граждан уехало за рубеж в разные страны. И арабские, и СНГ, и европейские, кто прорвался, мы уже знаем, до 800 тысяч в Европейском Союзе только молодых граждан России. Это те, которые бегут от войны. Вот это реальный результат вербовки политики России. В Крыму была замечена колонна российской техники, в основном это грузовые Уралы, которые двигались от Керченского моста в направлении материковой Украины. Вот сейчас мы видим, как они двигаются. Враг пытается усилить свою южную группировку. И что могут перевозить эти Уралы? Это живая сила, это боеприпасы? Сейчас, наверное, противника беспокоен, особенно возможным наступлением на Херсоне. Да, мы сейчас очень сдержанно показали свои действия, но это эффективное действие. И мы продвинули одну линию обороны, что официально уже объявлено. Очень мощные удары по коммуникациям и вот по этим колоннам, которые раньше двигались. Это новые же колонны. Вот это по мостам, по особо трассам, где они движутся. И правильно, наши представители Южного командования вчера и сегодня говорят, мы очень мощно наносим удары по коммуникациям и по колоннам противника. Вот это сейчас новейшие, так сказать, уже средства, например, танки Т-90, Т-80. Это новые. Их не очень много осталось. Они бросили на это направление, потому что перепугались. Прямо скажу, что могут быть наступления вооруженных сил на Херсонском направлении, что будут прорывы, будут окружения и будут уничтожения живой силы техники. И, конечно, это могут быть прорывы фронта. А это уже паника. Мы, конечно, надеемся, что колонна, которую мы сейчас видели, также будет разбита. Но вот тем временем Главное управление разведки обратилось к жителям временно оккупированного Крыма. И людей просят на один из номеров мессенджеров в сигнале или ватсапе передавать информацию о расположении как раз и передвижении оккупантов. Как вы считаете, вот такая тактика сработает? Станет после этого таких колонн меньше? Я просто вам скажу сейчас, не раскрывая суть, но нам постоянно перейдут эту информацию. И видео, и точные координаты, и графические координаты уже новейшего средства. Только модель наведения, и они уничтожены. Почему? Многие граждане Крыма, они, правда, не выступают откровенно, например, против Путина. Но они готовы помогать. В оперативном плане эта помощь большая. И разные представители. И русской национальности, как они говорят, нет. Крымчане все за Россию. Нет. Я прямо могу сказать, что и россияне, и украинцы, и крымские татары помогают нам, чем кто может. Оперативная информация идет. И недаром там были эти все взрывы, которые перепугали и военных россиян в целом, и гражданских, и отдыхающих. То есть это как раз показывает эффективную работу. И вот эти все колонны, мы получаем и от них данные, и получаем конкретные координаты, количество. И это предпосылка, чтобы на линии, где мы можем доставать свои средства, не только хаймерсами, например, М270 на 80 километров и другими средствами, мы можем их эффективно уничтожать. А помощь оперативная тут и через агентуру, через хороших доверенных лиц, и через наших уже патриотов, и тех лиц, которые уже ждут наших войск и освобождения Крыма. Такие уже четко есть, уже осознали, что такое Россия там, Крымок. Ну, перепугали видно не на шутку. Главное управление разведки обнародовало очередной перехват разговора оккупантов с родными. В нем речь идет о том, что часть контингента отказывается дальше воевать. Давайте вместе послушаем и обсудим. Как вы считаете, если действительно отказываются воевать целыми подразделениями, может ли это повлиять на ход войны? Ну, я просто могу сказать, оно очень мощно будет действовать тогда, когда мы будем продолжать активно наступательные операции. Отказников будет в десятки раз больше. Это уже первые сигналы, мы их давно знаем. Уже отказываются и на Донецком направлении, и на южных направлениях, на юго-востоке. Очень многие ротами, спецподразделения. Морская пехота отказалась, рота, например. Целое подразделение, которое было разбито, все остальные отказали. ВДВ, например. Сейчас мы имеем радиоперефат. Это тоже военнослужащие Российской Федерации. Но что еще очень важно. Они видят, что сейчас перспектива умереть очень эффективна. Действующая модель наступательных операций в Украине очень близка им. Поэтому в данной ситуации им хочется выжить. И все действуют для того, чтобы или прекратить контракт, или большинство уже имеет прекращенный контракт. Там они беседуют часто. Мы уже отработали по контракту, отвоевали условно. И радуются, что выжили. Но их сейчас просто не пускают с фронта. Вот эта ситуация, когда они пускают с фронта, а они уже как будто бы не имеют права выехать с территории Украины. Вот тут будет сейчас создаваться противоречие. Они взяли резервацию и держат в лагерях. Вот тут будет протест. Вот это, я думаю, будет удар в спину Российской Федерации. Но если мы еще начнем наступательные операции, поэтому посыпятся не только те, которые контракты, и которые закончатся контракт, а уже многие, которые будут спасать свою жизнь. Это вот начало перелома войны. Вот эта ситуация, она примерно, постепенно к этому движется. По информации, полученной изданием The Washington Post, Иран таки начал поставлять ударные дроны для российской армии. При этом оккупанты столкнулись, цитирую, с многочисленными неудачами при их эксплуатации. Вот вы можете прокомментировать эту информацию? Это все-таки дроны плохие или пилоты такие криворукие? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что именно иранцы, которые давно пытались нас покупать самолеты, даже какие-то совместные разработки беспилотников, они не имеют таких технических возможностей высокого класса. Поэтому в данной ситуации получилось наоборот. Как будто такие мощные беспилотники-шахиды, которые сейчас массово налетят на Украину, оказалось, что это невысокоточные, и тем более с определенными изъянами беспилотники. Теперь Российская Федерация буквально сегодня говорит, а что, это может подстава? Может, это иранцы уже диверсанты против России, но это я образно говорю. Но они, во-первых, то, что они имеют высокого качества, и Российская Федерация, соответственно, не может эффективно использовать, даже при испытании их не могла эффективно показать. Поэтому в данный момент они делают обратный код. Пытаются уже отомстить Ирану. Вводят определенные санкции на поставки в Иран определенной продукции. Сегодня об этом Российская Федерация официально заявила. Как в отместку, что вы нам плохие беспилотники, а мы вам уже санкции. Это хороший сигнал для наших перспектив, потому что Иран также уже будет действовать обратно на Российской Федерации. Там не будет той дружбы, потому что разрабатываются другие варианты с Ираном. И американцы, и британцы, и Европейский Союз отрабатывают возможные варианты прекращения ядерной программы Ирана. А Иран в отмену будет, соответственно, прекращать ядерные испытания, а с другой стороны ослаблять отношения с Россией. То есть это ведется большая игра. Я думаю, что Иран не будет большим помощником Российской Федерации не технологически, а в перспективе политически. Немецкие журналисты издания «Шпигель» пришли к выводу, что немецкие власти годами закрывали глаза на путинских шпионов, для которых Германия стала настоящим раем. Вот хотя, по мнению журналистов, журналистов из страны Восточной Европы, США и Великобритании постоянно предупреждали об этом своих союзников, но те фактически закрывали на это глаза. Ну вот как это понимать? Национальная безопасность – это ведь вопрос номер один для любой страны. Вы знаете, Германия очень сильно увязла в экономическое, энергетическое, технологическое отношение с Россией. Не только зависимость газа, нефть, как мы сейчас имеем, это очень большая зависимость, но это технологии, это полезные ископаемые, это обратно очень мощные ресурсы, которые вышли из Германии, в Российской Федерации высокоточные, которые получали миллиарды прибыли. Поэтому Германия не хотела вступать в конфликт. Вот есть такая модель, что страна знает о агентуре, которая работает, она как-то ее контролирует, даже в мире со всеми применяем, в угоду тому, что есть более важные интересы – экономические, энергетические, политические, эполитические и тому подобное. Германия избрала такой концепт, я считаю, неправильный, который практически сейчас раскрыл всю суть российско-германских отношений, и она полностью подрывает сейчас всю основу Германии. Сейчас вот на зиму Германия это все почувствует, как и агентура действовала, как давали взятки именно германским представителям, Казпромом, Роснефтью, это все было скрыто. Все информации имеют и германские, и западные разведки, и наша разведка. Все эти моменты вскрываются, я думаю, что единый фронт уже покажет, кто есть Германия в данной ситуации с Россией, она уже поняла, и Шольц уже начал говорить об агрессии России, и уже, я думаю, будет выстраиваться единый фронт, включая Германию против России. Ну вот уже частично сказали об этом, но что вообще происходит в Германии? Помощь немцев, лично для меня напоминает какой-то странный танец, знаете, шаг вперед, два шага назад. Вот Шольц, канцлер Германии, предлагает, да, создать европейскую систему ПВО и расширить ЕС, чтобы отделиться, цитирую, неоимпериалистической автократии, как он это назвал. Тем временем министр обороны Германии Кристин Ламхерт говорит, что поставки оружия в Украину со складов в Бундесвере вскоре станут невозможны, мол, запасы почти иссякли. Как можно оценить помощь Германии? Мне почему-то слабо верится, что Украина опустошила уже немецкие склады, учитывая то, что оно серьезно помогать, Германия так и не начинала. Ну, это по моему мнению. Как вы прокомментируете это? Ну, в первую очередь, Германия не хочет до конца поссориться с Россией, особенно перед осенью и зимой, потому что она предполагает, что еще часть ресурсов будет поступать с Россией, и поэтому она демонстрирует такую частичную помощь. С одной стороны, под давлением и граждан Германии, и, соответственно, парламента Германии, большинства, я скажу, и международные общественные союзники по НАТО, она, конечно, вынуждена была надавать и неплохие средства. Это и панцергаубицы, это хорошие зенитно-ракетные комплексы, это даже, уже мы говорим о бронетанковой технике. Возможно, танки, да. Ирис, это очень эффективная противовоздушная система, лучше, чем купол, она более сильнее по объемам, по направлениям. Поэтому есть перспектива, хорошие сигналы со стороны Германии хорошие, но есть же и проблемы, что Германия это все дает очень ограниченно, поэтапно и на многие месяцы. А нам сейчас нужна это как, ну, самая, так сказать, решающая ситуация для освобождения наших территорий и проведения эффективных заступательных операций. Германия, считаю, сейчас делает, так сказать, большую ошибку, что ограничивает помощь Украине, а это ограничивает, соответственно, и безопасность не только нашего государства, а в целом Европы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что если позволить России преуспеть войне против Украины и не отмежеваться от страны оккупанта во всех ключевых сферах, то Кремль, несомненно, захочет захватить как минимум и северные территории Казахстана. Вот эта угроза для соседей России, она реальна, как вы считаете? Я считаю, что по части направления она реальна, особенно по Кавказу, они сейчас смотрят очень сильно. И, конечно, там есть регионы Казахстана, где большинство русских. Но в данной ситуации такая уже понял эту политику. И поэтому в данный момент формируют свои позиции и военные, включая, на случай даже действий не прогнозировали Российской Федерации. Они не даром. Мы не сделали в свое время, три года назад, патронный завод, который предлагала нам канадская, британская фирма за 8 месяцев, а казахи, которые в Союзе, ОДКБ, на противовес России сделали этот завод. И сейчас они независимы по и вооружению, по технике, по боеприпасам, по снарядам. И поэтому, я думаю, что и рассматриваются и такая им сейчас альтернативная вариант. Он даже сделал амнистию по поводу тех событий, которые были в Казахстане, где ОДКБ вмешалось. Но он занял позицию более независимую. Я думаю, что там Путину делать нечего будет. Тем более, Токаев заявил однозначно. Ключевые позиции, которые никто не замечает сейчас. На Санкт-Петербургском форуме сказал, я не прознаю ДНР, ЛНР как общеобразование. А Путин, начав войну, заключил соглашение с этими образованиями ДНР и ЛНР, что это помощь. И он начал войну только исходя из юридически, так сказать, обязывающих материалов, которые он передает с этими образованиями. А Токаев это дезавуировал, как юрист-межодник, как президент Казахстана. Фактически подорвал Путина глобально. Я думаю, что это базовая доминанта, о которой сам такая озвучил. Но она важна и для международных правовых санкций России, для признания агрессора России и неправильности. Путин думает, что не решил ни Шойгу, ни Герасиму, ни Дворников, ни другие командующие. Сейчас он берет свои руки, возглавляет военные операции и решит эту задачу. Он не понимает до конца, что он проиграл. Это полный провал. И поэтому он уже с 9 мая, это был первый рубежный срок, захватить Донбасс. И дальше через 15-20 дней ставить новые условия. Жестко ставить именно условия военным, угрожая им увольнением, арестом и тому подобное. Ничего не получается. Беспектив не будет. Этот новый срок тоже не будет реализован. Правильно и наши коллеги говорят с США или с Британией. Это нереально. А самое главное, мы говорим. Мы военные. Наш руководство говорит, что этого не будет. Потому что ресурсов же для России такого, что захватить Донбасса, тем более Юг, нет. Он уже сейчас переход угрозы. Вот сегодня Рябков, это сам министр странных дел, заявил о том, что мы уже применим ядерное оружие. Потому что в США якобы уже переход грант не втручание. Не будет этого. Потому что это конец России. Если сценарий рассмотрен в целом, это конец мира. Поэтому Путин, я при всех этих оценках ненормальности, он такой и есть. Но он не самоубийца до конца. Я знаю, он боится. Мы не раз говорили. КОВИД сидел за 15 метров от любого лидера при переговорах. А тут ядерное оружие. Мощные государства, которые заявили о том, будет применение оружия, только начало. Сразу же мощный удар по России. Поэтому тут не будет перспектив, шантажа, который сейчас применяют и по Запорожской АЭС, тем более по ядерным вооружениям. Спасибо вам большое за интересный разговор, за ваш комментарий. Николай Маломуш, генерал армии Украины, бывший председатель службы внешней разведки Украины был с нами на связи.